Лада Веста СВ Кросс Несмотря на очевидное отличие от седана в кузов универсал, у автомобиля есть еще и версии Кросс масса бонусов, которые недоступны обычному автомобилю обвеса седана. Во-первых, это пластиковая обвеска, о которой мы поговорим чуть позднее. Во-вторых, это вот такая вот серебристая накладка, на которую добавляет стиль автомобиля. Сдвоенная выхлопная труба, это не больше не меньше просто стиль. И, конечно же, кнопка открывания багажного отделения. Итак, очень приятно, когда можно нажать на кнопочку и, соответственно, крышка багажника откроется. Во-вторых, появились ручки. Не одна, а целых две, за которые можно, схватившись, сокрыть багажное отделение автомобиля. Как же у нас организовано багажное отделение? Оно организовано очень грамотно. Во-первых, здесь есть оборудование в виде пластиковых накладок. Как нам уже сказал представитель автомаза, для того, чтобы усилить, соответственно, кузов автомобиля, здесь есть такие большие металлические накладки в варке в кузов. Так как в седании есть перегородка, в вести ее нет. Само багажное отделение имеет, во-первых, шторку полку, которая отодвигается и, соответственно, складывается. Во-вторых, имеет фальшпол. Две штуки. Под фальшполом есть специальные органайзеры. Фальшпол выглядит вот так вот, мы его сейчас на время уберем. Во-вторых, есть органайзеры, в которые можно прекрасно убрать всякую мелочевку. Они выполнены из, соответственно, пенопласта прессованного. Очень прочный материал. Единственное, что боится различных химических реагентов. Ну, там, по типу бензина, растворителя, он начинает, соответственно, растворяться. Под низом у нас имеется тоже органайзер. Я его сейчас вам вытащу, покажу. Вот такой вот замечательный. Здесь вы можете хранить как буксировочные троса, так и набор инструментов. Из полезных плюсов. Это взаимозаменяемость вот этих вот крышек фальшпола. То есть, можно поставить заднюю крышку на переднюю часть, а переднюю крышку на заднюю часть. Вот сейчас я вам продемонстрирую способности взаимозаменяемых вот этих вот накладок фальшпола. То есть, я беру сейчас заднюю накладку и устанавливаю ее в переднюю часть. Видите, подошло. Ну, и, соответственно, это задняя накладка, которую я установил. Точнее, передняя накладка, которую я установил в заднюю часть. Это очень приятно. Из полезных бонусов, что есть в автомобиле, это обилие различных ключочков и фиксаторов для того, чтобы, во-первых, правильно крепить груз, много сеточек, которые идут в комплектации. Очень важный плюс, это вот такие вот язычки для того, чтобы сюда повесить определенный мешок с продуктом, ну, после того, как вы едете в магазине. Есть специальная ниша для 5-литровки с омывайкой, то есть вы сюда ее поставили, зафиксировали и все. Соответственно, набрали себе в дальнюю дорогу омывающей жидкости и уже не парились о том, где бы ее приобрести и взять бы ее не контрафактную. Соответственно, далее у нас есть два штатных плафона в багажном отделении с правой и с левой стороны и прикуриватель в передней части. Ну, не прикуриватель, точнее, розетка под 12 вольт. Сейчас мы находимся на втором ряду сидений, и я покажу вам, как складывается, так сказать, галерка и насколько трансформируется багажное отделение. Для меня очень важным фактором был способ, как складывается второй ряд сидений и образует ли он ровный пол. Смотрите, для того, чтобы сложить второй ряд сидений, достаточно слегка потянуть фиксатор, опустить. И у нас получается, о чудо, ровный пол. Это очень важно для чего? Объясню наглядно. Смотрите, в дальней дороге я могу сложить второй ряд сидений и удобно разложиться здесь. То есть переночевать мне не нужно, снимать какую-то гостиницу, ну, либо где-то на пляже я отдыхаю дикарем. Я сюда положил постельное белье, какой-нибудь небольшой матрасик и удобно устроился. Мне довольно хорошо. Многие спрашивают, что появилось интересного на галерке, насколько удобно сидеть. Можете посмотреть на примере меня. Я сейчас поднял подголовник и, соответственно, легко расположился. Из приятных новостей, это появился, наконец-то, подлокотник с двумя подстаканниками. Фиксатора, к сожалению, нет, но само наличие подлокотника уже очень радует. Во-вторых, есть подсветка. Вы просили, Автоваз, соответственно, это сделал. Тоже из положительных бонусов появился, во-первых, спереди подлокотник центральный, а во-вторых, в его задней части появился подогрев второго ряда сидений и USB-вход. Кроме этого, есть еще и стандартный разъем по 12 вольт. То есть вы можете подключить сюда какой-то адаптер, либо переходник под ноутбук и сидеть спокойно работать. В принципе, сидеть на втором ряду сидений весьма удобно. То есть я даже сейчас пересяду в центральную часть и скажу вам то, что не сильно напрягает меня выступ, который образовался за счет внедрения здесь подлокотника. Какие интересные переработки были произведены в автомобиле в передней части для пассажиров и, соответственно, водителя? Ну, во-первых, это появился центральный подлокотник, такой здоровый, массивный, как любят у нас наши водители. У него есть специальная ниша для хранения различной мелочевки. Соответственно, фиксируется он на магните, то есть не на каком-то там фиксаторе, который может в дальнейшем сломаться. Во-вторых, у нас произошли технические переработки. Подогрев сидений теперь трехступенчатый. То есть если сзади для пассажиров он одноступенчатый, то спереди он для пассажира и, соответственно, водителя он имеет три ступени. Это довольно хорошо и приятно. Во-вторых, у нас появился бардачок, так называемый перчаточный ящик, который теперь с микролифтом. На его вооружении есть такие вещи, как специальный органайзер для хранения каких-то документов, отсеки для хранения, возможно, визиток, каких-то записей и подстаканник. Очень важная штука, когда пассажир откинул перчаточный ящик, смог поставить подстаканник, ну, так сказать, перекусить в дороге. В плане оборудования приборной панели. Теперь она с желтой, так сказать, окантовкой. Это характерно для автомобилей, так называемых, евроверсий, лады Веста, которые уже начали поставляться в Европу и были, кстати, очень хорошо оценены потребителями. Очень важный момент. При движении задним ходом теперь у нас на информационном дисплее появляются так называемые линии, которые показывают, куда будет направляться автомобиль. Ранее это в автомобилях российского производства не было, но теперь это есть. И это хорошо и приятно, потому что драйвер должен знать, при повороте руля в какую сторону, куда будет примерно хотя бы двигаться его автомобиль, чтобы не совершить глупых ошибок. Чем отличается обычный лады Веста Универсал от версии кросс? Во-первых, это наличие пластикового обвеса. Он очень прочный, крепится на заводские места фиксации. В задней части имеются шпильки, в котором, соответственно, прикрепляется кросс-обвес. Накладка большая, и ее нужно проще фиксировать. Во-вторых, у универсалок версии кросс есть защита стальная от днища автомобиля. Это говорит о том, что автомобиль не боится движения по пересеченной местности. Кроме этого, в версии SV кросс у нас более стильные диски, низкопротивная резина. Ну и, конечно же, есть интегрированные в крышу рейли, которые позволяют нам, когда мы поставим поперечный, перевозить различные грузы. В плане подвески Lada Vesta Universal отличается от этого тем, что здесь стоят другие пружины, другие амортизаторы и, конечно же, дисческовые тормоза. Хотите получить вот такие вот замечательные дисковые тормоза? Небольшого размера, но, тем не менее, они есть. В плане пластикового обвеса. Здесь я уже говорил, что имеются спильки под пластиком, которые позволяют ему прочно фиксироваться. Ну и, естественно, диктация происходит на хватки и болты. То есть пластик готов выдержать различные испытания на бездорожье. Итак, что у нас под капотом универсала? Это стандартная моторная линейка. Сейчас здесь стоит мотор 1.8, 16-клапный, также есть 1.6. Ну и, соответственно, две коробки передач. Это АМТ-робот и французская пятиступенчатая коробка. Сейчас Автолаз доказал, что он может действительно выпускать хорошие автомобили, качественные, которые легко эксплуатируются. И, кстати, недороги в, так сказать, гарантийном обслуживании, либо постгарантийном. То есть стандартное ТО не будет ударять по карману владельца. АМТ-робот и французская пятиступенчатая коробка.